В Тверской области началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В регион для этого поступило 700 доз вакцины от COVID-19. Препарат распределен по прививочным пунктам, которые на этой неделе уже начали свою работу. Когда, где и кто сможет привиться, рассказывает наш корреспондент. Всего с начала октября Тверская область получила 1142 дозы вакцины «Спутник Ви». Самые первые привились работники инфекционных госпиталей. В начале декабря спецы граждан, входящих в группу риска, был расширен. Туда вошли педагоги, социальные работники, работники МФЦ. На текущей неделе в регион поступили еще 700 доз вакцины. Теперь получить прививку может любой желающий. Вакцинация проводится лиц в возрасте от 18 до 60 лет. При этом прямым противопоказанием является обострение хронических заболеваний, беременность и возраст до 18 лет. Так как исследования по эффективности и безопасности в возрасте до 18 лет не проводились. Идти на прививку можно, если нет признаков ОРВИ. С момента введения предыдущих вакцин прошло не менее месяца. Нужно ли прививаться тем, кто переболел? В этом случае, если недостаточно антител. А с момента выздоровления прошло более полугода. Мы спросили у жителей Твери, готовы ли они привиться. Мнения разделились. Но в массе свои граждане положительно высказались про вакцинацию. От коронавируса будете прививаться? Обязательно. Ну как, в церкви безопасности, наверное. Да, я уже привилась. Давно? Неделю назад. Как самочувствие? Отличное. Были какие-нибудь побочные явления? Нет, никаких не было. Мы не определились. Кто может, хочет, прививается. У кого есть страх. Кто не хочет, понимает, что страха нет. Можно и без прививки, наверное, жить. Пока в регионе будут прививать вакцины «Спутник Ви», новый препарат «Эпи-Ваккарона» начнут вводить чуть позже. О сроках не говорят. Обе вакцины одинаково эффективно, подчеркивают специалисты. Но есть некоторые отличия. Они больше касаются хранения и транспортировки. Однокомпонентная, но в соответствии с инструкцией к препарату, также подразумевает два введения с интервалом от 14 до 21 дня. Транспортировка и хранение этой вакцины подразумевается при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Позволяет эту вакцину доставить в самые удаленные медицинские учреждения. «Спутник Ви» хранится при температуре не выше минус 18. Вакцина двухкомпонентная, вводится дважды с интервалом в 21 день. При этом иммунитет вырабатывается к 42 дню от начала вакцинации. Прививаться можно в прививочных кабинетах на базе поликлиник городских больниц номер 1, номер 7, а также больницы скорой медицинской помощи в поликлинике Вышневолодской ЦРБ. Они начали работать с этой недели. Прививка бесплатная. Также медицинские организации будут самостоятельно формировать списки на вакцинацию, в которую войдут прикрепленные к учреждениям жители. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Подробности можно узнать в регистратуре поликлиник.